Солнце – источник тепла и света для каждого существа на нашей планете. Его лучи питают растения, согревают Землю, превращают ледники в горные реки и двигают воздушные массы, создавая освежающий бриз. Другие звезды в миллиардах километров от нас также дарят свой свет иным планетам, не похожим на Землю. Но есть во Вселенной миры, не принадлежащие ни одному светилу. Их небосвод никогда не озарится рассветом, а на поверхности царит вечная ночь. Их судьба – миллиарды лет полного одиночества среди холодной космической пустоты. Только серебристые облака из тончайших ледяных иголок клубятся под черным небом. Первый космический Исследование далеких миров немыслимо без развития компьютерных технологий. Сегодня, благодаря образовательной платформе Geekbrains, каждый может получить востребованную и высокооплачиваемую специальность в сфере информационных технологий. Если вы новичок в IT или уже имеете опыт, ваши навыки поможут прокачать курс «Разработчик» от Geekbrains и Skillbox. Процесс обучения направлен на получение практических умений. Вступительный блок позволит вам приобрести базовые фундаментальные знания, после чего откроется возможность развить практические навыки и попробовать себя в роли программиста, аналитика, проект-менеджера или тестировщика. А личный наставник ответит на вопросы и поможет преодолеть трудности, возникшие в процессе обучения. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас и делайте шаг в будущее вместе с Geekbrains. Предположения существования космических объектов планетарных размеров, не привязанных к конкретному светилу, высказывались очень давно. Подобные небесные тела, странствующие в межзвездном пространстве, называют планетами-сиротами, а также свободно плавающими или одиночными планетами. Астрономические объекты данного типа излучают в окружающее пространство очень мало тепловой и световой энергии. Предполагается, что рядом с ними, как правило, отсутствуют другие тела, взаимодействие с которыми можно было бы отследить. Неудивительно, что заметить подобный объект крайне тяжело. Первые потенциальные представители данного класса были обнаружены лишь в начале 21 века. Самые теплые из одиночных планет удается зарегистрировать с помощью инфракрасных телескопов. Другие же могут быть замечены благодаря эффекту гравитационного микролинзирования. Вполне закономерно, что данный класс небесных тел является одним из самых загадочных и слабоизученных. В настоящее время к нему достаточно уверенно относят лишь три астрономических объекта. Хотя количество обнаруженных кандидатов в планеты-сироты превышает два десятка. Тем не менее, из анализа данных, полученных в ходе проекта под названием OGLE, следует, что Млечный путь может содержать до 100 миллиардов подобных объектов. Долгое время все наши представления об одиночных планетах базировались на предположениях и гипотезах. Однако, по мере развития высокочувствительной наблюдательной аппаратуры, появилась возможность проверить эти теории на практике. Ближайший к Земле, подтвержденной планетой-сиротой, является объект под названием WISE 0855-0714, расположенный в 7,27 светового года от Солнца. Он был открыт в 2014 году с помощью орбитального инфракрасного телескопа WISE. Наблюдать данное небесное тело в оптические телескопы невозможно, ведь оно практически не излучает видимого света. Причиной этого является крайне низкая температура объекта. Она лежит в пределах от 225 до 260 Кельвинов, или от минус 48 до минус 13 градусов Цельсия. По своим свойствам он похож на остывший газовый гигант, причем возраст небесного тела составляет не менее миллиарда лет. Большую часть планеты составляет водород. Однако в 2016 году обсерватории Джемини были получены свидетельства наличия в атмосфере небесного тела большого количества воды. Предполагается, что она сосредоточена в виде облаков из мельчайших частиц льда. Пока что достоверно неизвестно, как данный космический объект появился на свет. Исследователи называют два возможных варианта. В первом случае небесное тело начинает свой путь в протопланетном диске обычной планетарной системы. Математическое моделирование этого процесса показывает, что при достаточной массе исходного газопылевого диска очень велика вероятность того, что как минимум одна планета будет выброшена за пределы системы. Кроме того, близкое прохождение массивной звезды или столкновение двух планетарных систем также может заставить небесное тело покинуть окрестности материнского светила. Другой вариант развития событий предполагает, что космический объект появился на свет так же, как звезды, в результате сжатия межзвездного газа. Однако массы получившегося небесного тела оказалось недостаточной, чтобы пробудить термоядерные реакции в его недрах. Разумеется, таким образом может сформироваться только газовый гигант или коричневый карлик, но никак не каменистая планета, подобная нашей Земле. Некоторые исследователи не относят подобные объекты к планетам-сиротам и классифицируют их как субкоричневые карлики. Другие же предлагают использовать для всех межзвездных странников, не демонстрирующих термоядерную активность, термин планема. Опираясь на современное представление о строении коричневых карликов и газовых гигантов, можно предположить, что масса УАЙС 0855-0714 лежит в пределах от 3 до 10 масс Юпитера. Этого недостаточно для начала термоядерной реакции, однако вполне достаточно, чтобы успешно удерживать тепло внутри планеты. Имеющиеся знания о законах природы дают возможность предсказать условия, царящие на поверхности межзвездного объекта. Например, согласно исследованиям профессора Дэвида Стивенсона из Калифорнийского университета США, при удалении от звезды газовые гиганты, подобные Юпитеру, не остывают мгновенно. Толстая водородная атмосфера служит в качестве надежной теплоизоляции, а плотное и горячее ядро из металлического водорода может согревать планету продолжительное время. Расчёты показывают, что температура нижних слоёв атмосферы гипотетического небесного тела может быть достаточной для существования воды в жидком виде. Скорее всего, она рассеяна в атмосфере в виде гигантских облаков, состоящих из мельчайших капель. Эти выводы совпадают с результатами математического моделирования объекта WISE 0855-0714, проведённого группой учёных из Эдинбургского университета. Согласно ему, наиболее вероятная температура внешней части планеты составляет 250 кельвинов или минус 23 градуса Цельсия. Также в атмосфере небесного тела имеется относительно тёплый слой толщиной около 100 километров, плотность которого колеблется от 0,4 до 1,2 миллиграмм на сантиметр кубический, что близко к земным условиям. Предполагается, что подобная среда может быть приемлемой для потенциальной органической жизни. Однако планете не обязательно быть массивным газовым гигантом, чтобы не замёрзнуть в космической пустоте. В 2020 году с помощью метода гравитационного микролинзирования был обнаружен кандидат в одиночные планеты, обозначение которого вы можете прочитать на экране. Его статус ещё ждёт подтверждения, а параметры определены крайне приблизительно. Согласно предварительным данным, масса объекта близка к массе Земли, а расстояние до небесного тела составляет от 30 до 180 тысяч световых лет. Согласно современным научным представлениям, объект такой массы не может быть газовым гигантом и, скорее всего, представляет собой каменистую планету. Отсюда с большой долей вероятности следует, что данное небесное тело появилось на свет в протопланетном диске, формирующейся планетной системы. Предположительно, оно могло быть выброшено из системы в результате космического катаклизма или гравитационного воздействия более крупного соседа, после чего превратилось в бродячую планету. Её дальнейшую судьбу определяет совокупность нескольких факторов. Например, в том случае, если объект обладает достаточно плотной атмосферой, то она в состоянии послужить ему надёжной теплоизоляцией. В той же роли потенциально может выступить и слой льда, на поверхности. В то же время раскалённые недра небесного тела и распад радиоактивных элементов могут помочь большей части гипотетического океана оставаться жидким. Если же у планеты был спутник, то, покидая родительскую систему, она могла сохранить его. В этом случае, скорее всего, приливные силы, деформируя литосферу, продолжат разогревать её. Теоретически, в подобных условиях может даже сохраниться примитивная анаэробная жизнь, однако обнаружить её следы будет крайне сложно. Большая часть данных об известных на настоящий момент планетах-сиротах получена путём математического моделирования и сложных расчётов. В их основе лежат малые крупицы информации, полученные с помощью орбитальных и наземных телескопов. Однако, уже сейчас идёт разработка проекта под названием «Клеопатра», целью которого станет поиск одиночных планет и других космических объектов, а также определение их параметров. В его основе лежит явление микролинзирования, при котором небесное тело, проходя между далёким светилом и земным наблюдателем, на короткое время искажает свет звезды. Наблюдая это явление с разных точек, можно зафиксировать небольшую разницу во времени. В одной обсерватории событие будет замечено на долю секунды раньше, чем в другой. Это явление называется параллаксом линзирования, и с его помощью можно определить расстояние до обнаруженного объекта, а также его массу и размеры. В рамках проекта планируется создание межпланетного исследовательского аппарата. Он должен будет покинуть Землю уже в 2025 году вместе с марсианской миссией, после чего займёт собственную орбиту вокруг Солнца. Другим компонентом проекта станет специализированный искусственный интеллект, который будет обрабатывать и фильтровать полученную информацию. Несомненно, в будущем проект Клеопатра предоставит нам большое количество интересной и важной информации. Какая же судьба ждёт миры-изгои, что в одиночестве странствуют в тёмных глубинах Вселенной? Теоретически, планета-сирота может быть захвачена гравитационным полем звезды и влиться в её планетную систему. Но шанс подобного события крайне мал. Большинство подобных объектов ждёт путь длиной в миллиарды лет сквозь бескрайнее космическое пространство и необратимое медленное остывание. В конце концов, они будут поглощены чёрными дырами или уничтожены в результате космических катаклизмов, так и не раскрыв людям свои секреты. КОНЕЦ